Сегодня мы решили поговорить так укрупненно, по крайней мере, по вопросам стратегии КАИР. Очень часто используют это понятие, но некий наш взгляд, наши какие-то идеи, вопросы для обсуждения. Мы хотели бы поговорить над темой. Ну и так, собственно, тема стратегии КАИР. Какие-то основные моменты подхода к выбору стратегии, реализации. Мы про это сегодня поговорим. Ну, такой формат. Мы обычно работаем в таком режиме диалога, поскольку мы консультанты, работаем на заказчика. То есть нас спрашивают, мы пытаемся отвечать на какие-то конкретные вопросы, которые волнуют вас в основной производственной деятельности. Ну, собственно, сегодня мы поговорим о таких вот основных вопросах. Ну, опять же, такая стратегия. КАИР очень часто применяет термин. И наше наблюдение, наше размещение, что на разных уровнях это понятие может иметь разный смысл. Второй вопрос – это как, собственно, какие цели поставить для достижения этой стратегии. Самый такой интересный вопрос для менеджмента – это как, собственно, построить план развития некого стратегического, то есть как визуализировать ту картинку, к которой все должны стремиться. Отдельный вопрос – это какие стратегии, какие лучшие практики применяются, что можно сразу взять и использовать. Отдельный момент, который касается тех людей, которые уже в неделе некие системы проникли ремонтами, как, собственно, привязать стратегии к конкретным единицам оборудования. Следующий вопрос – это, опять-таки, как организовать ресурсы людей, подрядчиков для выполнения ваших стратегий. Какие принципы планирования нужно использовать, чтобы, собственно, достичь реализации этой стратегии в реальности. Отдельная часть работ, которой мы занимаемся – это наполнение справочниками, данными. То есть какие нужны данные, чтобы эта стратегия реально преобразовалась в какие-то планы, физические объемы работ. Для этого нужно правильное описание, собственно, всех сущностей в системах. Ну и как организовать людей? Проектные команды, отделы управления активами на производстве, отделы подготовки ремонтов на предприятиях. То есть какие люди нужны? Кольпф и как их где учить? Вот такие вот общие вопросы. Дальше мы будем пытаться отвечать на эти вопросы. Дальше мы будем пытаться отвечать на эти вопросы. Дальше мы будем пытаться отвечать на эти вопросы.